всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад на одну позицию на одну позицию потому что расклад будет достаточно объемный по вопросам у нас будет много вопросов поэтому он будет на одну позицию рассматривать мы с вами будем два мира материальные и духовные тонкие и более плотный физические энергетические миры как наладить с ними баланс вот попробуем разобраться немножко в этом вопросе тему к этому раскладу и некоторые вопросы нам предложил константин за что ему огромная благодарность вот не эта идея зашла я как раз находясь примерно в аналогичных энергиях и поисках на данном этапе решила сделать такой расклад значит материальный мир плотные физические называть его как хотите мы будем смотреть на колоде небо и земля духовные более тонкие энергетически будем смотреть на колоде там таро шаманов значит название раскатываю видели да в чем баланс между материальным и духовным и диагностика двух миров значит ваша задача послушать сначала ваше отношение к одному миру и к другому если отвлекается если это право значит смотрите весь раскат хотя я могу сказать что в любой информации получаем ли мы что-то полезного или нет зависит я не говорю что столько таро вообще говоря про информацию зависит от того насколько мы открыты к тому чтобы что-то новое услышать то есть насколько у нас есть вот это вот установка на то чтобы услышать что-то новое потому что новое можно услышать во всем не обязательно чтобы это вот было прямо созвучно вам или нет да здесь все зависит от наших собственных установок и настроек итак первый вопрос что значит для вас материальный мир аркан звезды да что значит материальный мир и выпадает у нас духовный такой аркан надежды да это какие-то надежды я скажу знаете немножко иначе материальный мир для вас это воплощение либо заземление более высоких энергий то есть здесь у нас все равно акцент идет на духовный план это когда даже в материи да а вы все равно видите живую такую энергию до энергия духа которая наполняет наш материальный мир давайте я еще уточню до великие арканы пошли замечательно до башни и десятка кубков что значит для вас материальный мир заземление до реализация ваших каких-то идей реализация каких-то надежд поэтому я и сказала заземление дам тонких энергий более плотные вот именно материализации и вещи образования это то что именно для вас по башне является неким таким разрывом разрывом каких-то шаблонов до установок ощущение того что здесь ответка скорее всего на вопрос не то что значит для вас материальный мир а как вы его воспринимаете потому что вот по башне здесь чувство что материальный мир он как будто бы нуждается в каких-то изменениях на как-то вот в каком-то очищение принесение в него больше духовности больше света больше какой-то вот чистоты намерений то есть как ни странно по башне для вас это вот мир в котором просто необходимо разрушить эго здесь вот как будто бы какие-то действия сразу показывает ваше восприятие потому что бы вы хотели чтобы изменилась в материальном мире для того чтобы прийти вот именно наполнится всеми эмоциями по десятке кубков для того чтобы ощутить счастье для того чтобы ощутить радость и а вот это вот какой-то эмоциональный подъем да вот состояние никого такого блаженства то здесь как будто бы не то что значит для вас материальный мир мне показывают а то скорее ваше отношение да что что должно произойти в этом материальном мире но все равно давайте еще раз уточню мне недостаточно что значит для вас материальный мир но это вот возможности пойти в нечто новое но опять-таки шестерка мечей она очень вот пересекается с великим арканом башни в плане того что для того чтобы пойти вот в это вот новое да необходимо разрушить каждый меч у нас здесь 6 мечей это определенная установка это убеждение для того чтобы пойти в новое нам просто необходимо разрушить какие-то установки потому что иначе у нас будет иллюзия того что мы идем в новое потому что новое это то что мы никогда не пробовали а если мы никогда не пробовали значит у нас не должно быть какого-то опыта установок на эту тему а здесь получается так что ну как это знаете со своей ложкой дать не ходишь в гости вот со своими установками вот здесь вот материальный мир для вас это вот возможность пойти в нечто новое реализовать что-то новое и причем именно реализация здесь она у вас достаточно своеобразная да я бы сказала не в плане здесь какие-то такие знаете вибрации высокие в контексте чего в контексте того что я вот как-то представил и она мое представление под под моим каким-то вот этим вот воображением что ли наполнением вот этой формы своей энергии личной она как будто бы все что вы хотите да пожелаете это реализуется то есть есть четкая установка того что что наверху то и внизу до алхимический девиз то есть первично все зарождается на более тонком плане и вот материальный план для вас это как будто бы копия тонкого плана поэтому здесь акцент больше делается не столько на материальный план сколько больше на тонкий план это вот когда мы строим какой-то дом прежде чем мы в него вселимся и сможем заполнить его мебелью необходимым для проживания мы его должны сначала придумать потом мы его конструируем то есть делаем как это там с еды сейчас переведу чертеж до высчитываются все размеры да и только после этого вот это вот наша идея она начинает реализовывается то есть первично должна быть некая такая форма и представление так вот у вас акцент все равно идет больше на духовный план что вот материальный для вас является не то чтобы второстепенным но он является как следствием именно мира идей в котором я могу предположить в большей степени находитесь для для того чтобы вот реализовывать эти идеи так еще что-то вы как будто бы испускаете да прям совсем примитивно с небес спускаете на землю вот поэтому что для вас материальный мир еще раз возможность пойти в нечто новое да и вот теперь у нас появляется король педаклей да это некая такая стабильность это изобилие но как следствие уже каких-то духовных ваших но я не знаю вложений может быть идеей то есть первично такое ощущение что вот все что я хочу я должна либо должен это вообразить я должен это представить только после этого как-то вот все это материализуется вот в вашем представлении почему-то первично духовная и вторично у нас идет материя то есть как следствие после того когда вы пойдете в новое вот но здесь сразу желание что что-то изменилось потому что здесь такое чувство что материальный план для вас это вот проявление нашего эго потому что по башне здесь как раз идет вот это вот разрушение нашего эгоистичного такого восприятия мира либо если говорить более понятным языком дату здесь получается что материальный мир это все что создает наш ум то есть это следствие да опять-таки такие работы больше психологические работы нашего мозга вот что-то в таком плане хорошо давайте посмотрим что значит теперь а что вы что вы значите для него до для материального мира но пашкубков маленький ребенок да такой достаточно капризные эмоциональные требовательные очень чувствительные ранимый но в принципе вот маленький ребенок маленький ребенок у которого есть какие-то мечты есть какие-то фантазии которые он хотел бы реализовать и при этом по тройке педаклей ребенок который готов сотрудничать до который готов как-то использовать свое мастерство для того чтобы построить в дальнейшем фундамент но опять-таки смотрите по иерофанту опять-таки на основе каких-то правил на основе каких-то норм высоконравственных то есть с одной стороны а у меня такое ощущение что здесь материальный мир мне показывается неким некой такой душой до у которой как будто бы нету достаточно опыта в плотном мире нашим до материальным и вот она как будто бы первично адаптируется но на основе своих каких-то истин на основе каких-то своих правил и вот здесь вот у нас уже сразу будет показываться потому что выпала иерофан сразу а он нам показывает какие-то нормы до духовно-нравственные некие некое наше мировосприятие здесь сразу и в силу того что выпадает пашковков сразу здесь показывается что вероятнее всего у вас будет какие-то проблемы с материальным планом да я не говорю что вас проблемы с деньгами но вот именно с материальным планом то я уже сразу есть такое ощущение что здесь будет какие-то трудности сложности почему потому что для вас материя она и большей степени вот то что мы говорим да а дух от вареные то есть акцент все равно идет на духовность здесь могут быть иллюзии хорошо мы это посмотрим дальше что для вас значит духовный мир что для вас значит духовный мир так а замечательно королева мечей на что значит духовный мир духовный мир значит для вас такое знаете серьезное развитие либо серьезное развитие в плане чего по колесу еще по они этот колесничий я думала колесо фортуны потому что похоже сейчас секунду это бесконечное какое-то знаете движение вашей ваша по жизни то есть это развитие которое вы периодически проходите некий такой опыт анализируете делаете выводы и двигаетесь дальше здесь как будто бы духовный план для вас делается акцент больше как обучение как будто бы некая душа до которая проходит именно свой путь но здесь не показаны какие-то трудности сложности да а здесь некие такие закономерности когда человек смотрит на мир открытыми глазами без каких-либо иллюзий то есть тот который видит вот здесь может быть им духовный план да вы видите либо у кого то есть вот эти вот способности предсказательства либо яснознание да то есть видение именно духовного плана ты уточню колесничий это движение движение понимания скорее всего да как устроен этот духовный план но здесь есть какая-то иллюзорность чем она связана эта иллюзорность с учительством что за учительство о чем здесь речь идет для вас вот ощущение того что духовный план это улыбаюсь почему-то мне кажется что должно было быть нормально наоборот что вот физический план это как будто бы когда душа спускается на землю для того чтобы познать себя до в теле а здесь у вас получается это вот духовный план да это вот как некая эволюция эволюция нашей души в которой мы должны одержать победу над своими какими-то ошибками да потому что здесь болезнь изображена то есть какие-то уроки мы должны проходить вот почему-то это у вас связано не с материальным планом а именно с духовным но это вот бесконечный процесс развития развитие преодоления преодоления себя своих каких-то иллюзий своих каких-то представлений а вот как будто бы отработка чего-то вот здесь как-то вот так а это для вас значит духовный мир хорошо что вы значите для него что вы значите для духовного мира все будут отмечать вопрос потому что я запутаюсь вы для духовного мира выпадаете императором да то есть такой человек который серьезно подходит ко всему человек слова я вас сказала да человек такой уверенный больше с мужскими такими энергиями движения да то есть я принимаю стойко свою судьбу и я буду идти по этому пути вот прям проходить невзирая на трудности до либо сложности вот какой-то свой путь здесь так вот вы для духовного мира выпадает пятерка педагли пятерка педагли это все-таки карта бездуховности вот вы для духовного мира считаетесь человеком который как будто бы потерял потерял то что с одной стороны то что для него важно и очень ценно а с другой стороны здесь может быть человек который потерял вот связь со своим физическим планом интересно который проходит свой урок и но здесь знаете суть в чем что вот в своей какой-то строгости вы для духовного плана являетесь а также как и для материального таким знаете юнцом который концентрируется на каких-то мелочах и упускает вот как будто бы всю картинку а в целом то есть здесь может быть такое что вы как будто бы вычленяете в духовном плане что-то одно что вот этого духовное а вот это вот не может быть как будто духовно да и здесь хочется сказать как будто мы потеряли какие-то свои ориентиры либо ощущение того что вот вы как будто бы брошенный ребенок знаете вот вас взяли и бросили в этот материальный мир и вам здесь надо адаптироваться и вот вы как-то слишком серьезно ко всему подходите вот и хочется сказать как будто бы где-то в чем-то циклитесь концентрируетесь вот именно на каких-то мелочах упуская более широкую картину но при этом вы такой знаете стойкий человек который до готов идти готов двигаться вперед вот пробовать здесь в чем-то возможно вы авантюристы в чем-то может быть рискованные такие люди но что для материального мира что для духовного вы являетесь пожем вы являетесь маленьким ребенком неважно с каким характером на что вы делаете акцент не вот но оба мира вас видят таким достаточно ну юным юным хотя здесь для духовного плана да вы стараетесь подходить как-то так достаточно справедливо с пониманием да вот с какой-то долей ответственностью ну достаточно серьезного подходить и вот это вот серьезность у меня такое ощущение что она вам как будто бы мешает вот о чем здесь пятерка пиндакли что вы утратили вот вы утратили как раз таки вот эту помогу вот эту свою способность творить и создавать мир таким как вы хотели бы здесь ощущение того что вот это вот правильность в материальном мире кто что я говорила про аэрофанта он нам еще сыграет очень важную роль в раскладе в анализе потому что вот из-за этой правильности вот так как надо вот так как знаю вот так как изучала согласно традициям согласно вашему какому-то устоявшемуся миру восприятия вот иерофант и аркан императора они очень схожи в своих каких-то догмах что ли в какой-то своей конкретики они вот прямо очень очень похожи и здесь как будто бы вот утрачена помогу возможность реализовывать и создавать неважно это духовный мир либо материальный все что вы хотите все что вы пожелаете то есть вот именно создавать свой мир вот это вот волшебство здесь как будто она утрачена потому что слишком серьезно слишком серьезно подходите к одному миру и к другому хорошо дальше ваше сознательное отношение к материальному миру ваше сознательное отношение ну вот повторить да она здесь идет шестерка жезлов победитель что я могу что я справлюсь да я смогу я смогу выйти из какой-то вот своей рутины эмоционального нежелания как-то дальше двигаться возможно вы периодически впадаете в какое-то вот такое ну апатическое состояние я бы сказала даже лень некую не вот и сознательно вам приходится себя как будто бы вытаскивать вот из этого состояния нежелание я не хочу ничего делать что-то мне как-то не очень то хочется здесь вот как будто бы лень до проходит и сознательно вы видите мир по ту же мечей до достаточно решительный я бы сказала да то есть вы стараетесь все время вскрывать вот эту вот правду до быть конкретными быть понятными но вот здесь вот скорее всего вот эта решительность да и готовность она у вас есть проживание в материальном плане но меня смущает четверка кубков она как будто бы знаете вам не дает двигаться а знаете здесь вот это вот ощущение то что у меня было да по императору и по аэрофанту сказать вот как будто бы горе от ума до слишком много знаю и от этого вот то то что я знаю как должно быть как правильно мне уже как-то не хочется вы как будто бы вы теряете интерес к тому что здесь ощущение что вот я заранее как будто бы знаю как будет то что я говорила вот проезд на знание и от этого мне не интересно нам не ли не интересны люди мне не интересно не интересен материальный мир в нем ну вот как будто бы нету вовлеченности ваши что ли но мы помню что у нас духовном плане было то что вы зацепили циклитесь на каких-то моментах вот здесь вот одна из зацикленности может быть вот это вот ваша лень лень это отсутствие здесь данном случае интересы дальше куда-то двигаться что-то новое узнавать а почему мне хочется спросить ну потому что вы сталкиваетесь с некой такой конкуренции на с внутренней борьбой что вам хочется знаете как там чтобы все было не то чтобы так как вы хотите а вы не хотите ни с кем конкурировать вы не хотите ни с кем конфликтовать вы не хотите как-то узнаете соревноваться то есть вы не понимаете для чего вот это вот мне мне нужно на олимпийский девиз до выше сильнее и дальше если я не ошибаюсь вот что-то такое то есть вы не понимаете зачем вам это нужно здесь такое знаете чувство что у вас как будто бы нету желаний что-либо достичь и знаете почему потому что вот духовном плане вы достаточно способный человек потому что выпадает все таки у нас маг то есть человек если он расслабиться сможет получить все достаточно легко потому что он умеет и он знает как это сделать и скорее всего у вас есть огромный потенциал на реализацию но вы как будто бы здесь отсутствует желание готовность есть то если вы ставите себе цель то здесь возможно работает хорошо целеполагание но то ли хочется сказать какой ценой вы это все получаете вкладывать очень много энергозатрат очень энергозатратно для вас достижение цели но вы всегда становитесь победителем и вот здесь вот как будто бы вам не интересно знаете с одной стороны я не хочу ни с кем конкурировать потому что это тоже могло бы вас как-то мотивировать а с другой стороны как-то соревновательного моменты да вам не интересно двигаться мне такое чувство что вот вам скучно жить не знаю почему ладно хорошо ваше сознательное отношение к духовному миру страхи выбор и шестерка пендакли ну смотрите ваше сознательное отношение она говорит о том что вы прекрасно понимаете что у каждого человека до каждый на своем месте что мир разнообразен что вместе мы проигрываем как в симфоническом оркестре до каждый музыкальный орган проигрывать свою партию и вместе мы находимся как будто бы в унисон да то есть все взаимосвязано то есть у вас есть это понимание но присутствует вот страх как будто бы совершать выбор для того чтобы для чего мне интересно страшно страшно быть может здесь страшно как-то знаете просить помощи почему у меня такое чувство что здесь люди как будто бы потеряли свой вот вторая карта подтверждает говорит о том что вы как будто бы сошли со своего пути вот ваша душа она как будто бы сейчас утратила свой путь и сознательно вам как будто бы не достает что ли как-то вы не просите помощи почему вот выйти причем дайте помощь чем связано с тем что осознает что у вас есть свобода выбора и совершить выбор и выйти на другой уровень вот здесь чем фишка страх с чем с тем чтобы выйти на другой уровень и вот а на том уровне на котором вы находитесь вы уже как будто бы ну утратили вот как здесь по четверке кубков да здесь мы утратили интерес а на духовном плане мы как будто бы утратили свой путь свое свое здесь вам чтобы свое предназначение вот именно свой путь тот урок который вы проходите здесь показано что вот как будто бы в последний момент духи нашли вас до можем сказать как ангел-хранитель и помогает вам вот именно сейчас выйти на как-то вот на свой путь где-то вы потерялись где-то заблудились во время не сделали тот выбор который вам нужно было это вот ваше сознательное какая-то восприятие ваше сознательное восприятие духовного мира и от этого у вас страхи страх нового уровня какого уровня чего вы тут боитесь нового уровня королева педаклей да как раз таки нового уровня финансов то есть вот здесь прямо пересекаются до два пути духовные материальные и говорят о том что вот для вашей души даже до для духовного плана необходимо чтобы вы как будто бы вошли в свое тело стали проживать более я не знаю как то такое ощущение что вот вы как будто бы вне тела понимаете что вы на сто процентов не находитесь материальном плане все равно как-то вот убегаете в духовный здесь вам говорят что вот не надо вам убегать а наоборот надо проживать на все сто процентов как-то вот расширяться да ну я не знаю взаимодействовать с миром взаимодействовать с природой как там больше соприкасаться материальном плану то есть вас здесь как будто бы еще даже и готовят для кого-то может быть какая-то семейность да то есть проживание духовного плана в материи именно через семейный какой-то аспект либо через заботу либо через приумножение ваших финансов то есть вот здесь какой-то такого урок у вас идет а здесь у вас получается почему у вас потерянная душа потому что материальном плане вам это не интересно потому что для того вот здесь я так могу предположить что для того чтобы иметь эти деньги вам нужно как-то себе заявлять как-то коммуницировать с другими людьми вам коммуникация достаточно сложно дается да она какая-то вот такая холодная мечева то есть она как-то вас ранит может быть вы-то у меня пожем кубка выпадаете чувствительным ранимым человеком вот этот коммуникация и соревнования она может вам даваться достаточно сложно и я так понимаю что на пути к финансам вам нужно будет это пройти и из-за того что вот вы боитесь вот этой вот боли да вы как будто бы убегаете убегаете и вот здесь вот в духовности вам говорят не надо вам убегать то есть вы не туда идете вам все равно нужно будет пройти этот урок хорошо давайте посмотрим ваше бессознательное отношение к материальному миру ваше бессознательное вот ваша бессознательная я устал 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 от развития ничего не хочу я закрываюсь вот видите сознательное что я готов но я не хочу соревноваться до либо как-то общаться почему потому что вот понимаете вам вы допускаете того что тот момент что есть разные взгляды да что есть разные восприятия что люди могут по-разному смотреть на меня даду разные мнения вы это допускаете но как будто бы на теория а в практике когда вы доходите к тому что там надо например резина и кому-то продать какую-то услугу либо как-то с кем-то договориться вам это очень очень сложно то есть теории да а на практике нет я поэтому я и не хочу вот вы как будто бы сейчас этот урок не проходите на бессознательном уровне до четверка мечей я устал я ничего не хочу я хочу вот как-то бездействовать до лень у вас вот прямо четверки кубков ложится на четверку кубков я закрываюсь закрываюсь как-то вот от дальнейшего развития от дальнейшего движения от коммуникации десятка мечей у меня нету сил понимаете вы убиты вот вам для вас это вот тяжесть 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 очень ну это забирает вот вас очень много сил потому что нету принятия материального плана нету принятия вот этих вот тяжелых энергий да не зря у нас башни выпадает разрушение то здесь в некоторой степени вы проходите урок эгоизма до проявления нашего его что да я много знаю у меня есть вот такое восприятие мира и я ну я как будто бы на ступеньку выше до других я уже где-то в какой-то степени победитель материальном плане но сложно здесь у сложность коммуникации да а для достижения финансов вам и такая коммуникация необходимо понимаете в чем здесь за ты хорошо давайте посмотрим ваше бессознательное отношение к духовному миру ваше бессознательное отношение но вот у нас страхи какие-то иллюзии дьявол а здесь вот смотрите значит и двойка кубков двойка кристаллов выпала ваше бессознательное она действительно бессознательное да какие-то иллюзии по поводу именно знаете вот как будто бы исцеление вашей души что вот какие-то какой-то опыт вы проживаете да для того чтобы вот ваша душа как-то исцелилась я говорила ранее о том что есть вот это понимание мы воплощаемся да почему то на духовный план это у вас выходит для того чтобы подпожить какие-то свои сценарии прожить какие-то свои уроки и вот здесь вот ваше бессознательное она как раз таки говорит что здесь есть какой-то обман причем обман он связан напрямую либо с исцелением своей души либо он говорит о парности а мы здесь говорили конфликты как будто бы знаете вот не получается не получается создать пару быть может а либо найти внутри себя как то исцелить вот здесь конфликт по поводу каких-то перемен а вот мы я говорил о том что есть страхи до что-то изменить для того чтобы вот пойти вот в этот урок для кого-то важен например как я говорила по королеве педаклей урок именно парности выстраивание взаимоотношений нас очень много иллюзий которые вы знаете вот реально сковывает а и вызывает вот какой-то вот внутреннюю борьбу конфликт нежелание что-либо изменить вот о чем здесь нам горит луна и дьявол на какое-то магическое такое влияние прямо прямо бессознательно да нету примирения вот здесь вот по двойке луков вы как будто бы не можете сами с собой помириться а что именно вы не можете помирить что именно вы не можете вот шестерка мечей и как будто бы не можете пойти в это новое во что новое вам нужно пойти в туз кубков знаете вам выставок как-то вот вот это вот исцеление здесь боль идет какая-то какая-то травма боль я имею ввиду травма 10 скупков у нас говорит про исцеление какой-то нашей травмы до про наполнение про соединение с источником вот вы как будто бы не можете внутри себя собрать воедино здесь может быть соединить вот эти два мира до духовные материальные не получается у вас либо вот какая-то двойственность присутствует по поводу того как как вам дальше двигаться например да быть может какой-то прошлый опыт вы его он был такой болезненный вы его до конца не излечили да вы не отпустили что-то из вашего прошлого где-то вам что-то может быть некомфортно но при этом вот вы продолжаете удерживаться на том уровне на на том плане где вы находитесь сейчас вот вы не идете не идете в это новое и отсюда он не происходит соединение внутри вас исцеления слияния здесь какое-то вот накручивание идет сценарий когда вы накручиваете сами себя придумываете того чего нет вот в этом есть какая-то иллюзия а что вы придумываете вот что вы придумываете вот выпадает ярофант придумываете какую-то духовность которой на самом деле не существует именно в том понятии в котором вы ее показываете придумывать и вот какую-то нереальную духовность либо придумываете что-то связанное с каким-то учительством с какими-то уроками с какими-то с каким-то обучение вот у меня знаете ощущение того что вот то что ведущие было да по императоры здесь что как будто бы духовный план для вас это вот прям такое серьезное надо знаете вот подходить ответственно как в школе надо выполнять домашние задания там что-то для того что получать хорошие оценки почему оценки должны быть только пятерки а на самом деле здесь ощущение того что вот какая-то некая такая игра и это намного легче это вот это ваше восприятие какой-то вот серьезности в ней присутствует тяжесть самом деле все намного проще все намного прозрачнее намного легче чем вы себе представляете вот я говорю вы не туда пошли нет не в ту степь здесь душа как будто бы утратила свой путь хорошо как эмоции положительно влияет на вашу материальную сферу и как положительные эмоции да и как отрицательные то есть на материальный мир положительные эмоции как на вас влияет на материальный мир а здесь какой-то вот самообман положительно с чем он связан самообман вот солнце так солнце это о чем сейчас секунду вы как будто бы здесь сама бан связано с тем что вы положительные какие-то энергии да вот именно по солнцу какие-то детские такие эмоции что вы возможно их не должны ощущать что ли то здесь есть лишение если дословно читать до лишения каких-то позитивных своих эмоций которые испытывают именно дети вот это вот какая-то радость до восприимчивость любознательность интерес вот что это все обман еще раз чем связан обман вот ваш обман связан что вот эмоция это все какой-то самообман что если я буду ощущать вот проживать какую-то бы жизнь по полной дату здесь я как-то себя обманываю в этом что что нельзя что как будто бы вот жизнь она все время связано как-то с лишениями с ограничениями до с разочарованиями что если я буду ощущать позитивные эмоции до либо идти вот к своим каким-то целям то-то то это обман то есть такого бы здесь знаете чувство что вы как будто бы не верите что ваши позитивные эмоции помогут вам иметь финансы то есть как будто бы знаете сейчас как вам это объяснить здесь какая фишка нас выпадал маг который говорил о том что маг и волшебник да я могу реализовывать допустим свое любое желание для этого нам необходимы эмоции в данном случае эмоции положительные здесь у вас как будто бы ощущение того что если я как будто бы убеждение здесь о том что я не могу быть все время счастливым да ну то есть нереально жить в счастье и иметь денег то есть все время мне чего-то должно не хватать здесь какие-то такие ограничивающие убеждения что вы опять таки даже по семерке мечей не идете новым путем а вот что вы как-то вот выбираете самостоятельно себя лишать денег почему потому что вы как будто вы знаете боитесь потерять что-то ну вот выжил выпадает здесь серафон и есть закон баланса да и у вас может возникать такое ощущение что вот если я много-много смею значит потом я буду плакать до для баланса например для выравнивания либо если допустим не пришли пришла к это большая сумма денег обязательно ее нужно будет потратить ну то есть придет потом аналогичный какой-то счет и эти деньги уходит то есть лучше я не буду ничему радоваться потому что когда я радуюсь мне тут боком выходит вот здесь какие-то такие убеждения идут по поводу позитивных эмоций да как ограничение как запрет себе ощущать вот эти вот эмоции возможно здесь есть еще и такое чувство что ну меня не будут воспринимать серьезно если я буду вести себя не по-детски а вот именно эмоционально здесь вот какое-то разочарование идет у вас по насчет эмоции но здесь может быть и личная жизнь тоже да как-то вот разочарование в личной жизни она как-то сказывается на материальном вашем плане что вот меня теперь ничего не наполняет да и мне нечем радоваться поэтому я лучше буду страдать здесь почему-то вы выбираете какие-то страдания а у нас вопрос был да как эмоции положительно влияет на материальную сферу но у нас выпал выпал обман до хитрость вот если вы не будете хитрить на хочется сказать а позволите себе проживать все эмоции не не фильтруя их на там детские не детские то есть ну почему то вот радость ассоциируется с здесь солнце да с детским что-то с детством здесь связано положительно как могут влиять вот если вы будете проживать эти эмоции дата велика вероятность что вам будут приходить деньги здесь как будто бы знаете эмоции даже не мне не в эмоциях положительных негативных ради речь идет о том что когда вы проживаете эмоции вы как будто бы становитесь живым потому что эмоции вы проживаете только в теле а изначально я вам говорил что вы как будто бы на сто процентов теле не проживаете так вот деньги к вам либо материальный план он становится более проявлены вашей жизни когда вы на сто процентов проживаете в своем теле здесь получается когда вы проживать когда вы ощущаете весь спектр эмоций неважно это позитивные либо негативные но на позитивно они идут быстрее допустим если мы говорим о деньгах а вы как будто бы ну вот здесь не принятие материи идет хорошо а как отрицательные эмоции на вас влияют они заставляют вас определяться вот посмотрите 22 аркана выпала на позитивные эмоции это солнце и повешенные едва на негативные эмоции это вот влюбленные и император как а как отрицательно влияет вас появляется вот этого знаете серьезность надо я когда надо сложно как-то вот определиться вот груз идет вот этого анализа до самоанализа здесь может сразу включаться возможно ну какая-то вот критика по отношению к самому себе то есть негативные здесь как бы так сказать вы позитивные переводите в негатив да то есть позитивные эмоции любви наполненности счастья радости для вас это тоже как-то вот как будто бы знаете ну опасно да какая-то вот опасность что за это придется потом расплачиваться то есть вы и позитивные переводите в негатив и негативные как таковы они вам ну тоже вредят они забирают у вас силы понимаете когда что-то негативная критика возможно да какие-то рамки правила дисциплина серьезная либо когда вы подавляете что-то в себе какие-то эмоции до страхи может быть вы все негативные эмоции они вас ограничивают они забирают у вас вашу силу поэтому на материальный мир и то и другое у вас влияет в негативе так хорошо следующий вопрос какие ограничивающие программы связаны с материальными ценностями вас заложены то есть деньгами какие негативные программы здесь у вас так король кубков королева кубков в парность вот я говорю и туз шестов негативные программы программа однозначно связанные здесь прошло потому что кубки на всегда говорят про прошлое и вот здесь вот это вот прошлое да она у нас и проигрывается некую такую жертвенность здесь вот аркан повешенного выходил как жертва приношение вот вы как будто бы приносите свои эмоции до в жертву очень много переживаний переживания по поводу реализации своих желаний по поводу того что вот здесь одна из программ может быть вы сами себя ограничиваете на 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 достижение чего-либо еще расскажу у вас хороший потенциал вы могли достичь определенных высот но вы себе в этом как будто бы за запрещаете ну например если я буду там я не знаю директором это я буду постоянно испытывать какой-то страх какое-то напряжение волнение до вдруг придут меня проверять там либо государство заберет у меня деньги да вот если от родителей что-то такое лишнее до либо ну в наше время нельзя зарабатывать честным трудом деньги и поэтому здесь утащение того что как будто бы деньги ну лучше быть без них дал тут лучше как-то уходить в духовность чем иметь деньги с одной стороны с другой стороны какие ограничивающие программы здесь у вас программа не как-то связаны именно с парностью связаны с браком связаны как-то с любовью то есть знаете вот как поражение да не везет не в картах да повезет в любви вот здесь как-то так то есть пускай мне не везет в деньгах зато я хочу чтобы не повезло в личной жизни а здесь как будто бы в личной жизни это тоже не очень-то и яхте здесь вот неуверенность понимаете проходит какая-то неуверенность суета какой-то вот самообман королева мечей вы как будто бы сами себя обманываете что вы хотите вот я говорю здесь что что я хочу я хочу у меня есть какие-то амбиции у меня есть какие-то желания что-то хочу изменить своей жизни знаете возможно вы хотели бы что-то изменить но вот здесь идут моменты очень медленно протекают и поэтому иногда возникает ощущение что вашей жизни ничего не меняется потому что возможно быстро вам и это не ваши ритмы чтобы что-то быстро изменилось в вашей жизни какие еще программа есть но у критика к связано все что связано с критикой о чем это может быть критика других людей по поводу вашего возможно профессионализма здесь могут быть вот эти вот знаете желание вот как-то пострадать да вот лень и страдания здесь идет вот эти вот два самых таких негативных момента и вот когда мы говорим про страдания про жертву про решение себя здесь знаете легче сказать что у меня не получится вот как то вы сами отказываетесь на сами себя лишаете только лишь бы не пойти к тем высотам куда вы допустим могли бы прийти до кого что вы могли бы получить почему потому что там есть какие-то страхи поэтому вы изначально себя как-то нет я об этом не буду думать нет я об этом не буду мечтать нет ни это не нужно у меня будет минимализм я вот как-то лучше пойду в духовность вот здесь что-то такое а с чем связана вот эта вот критика это критика краски она у вас ушла из дома да она шла о том что ну не может быть так чтобы все было в жизни хорошо не может быть так чтобы жизнь была праздник то есть вот здесь все время должны быть какие-то трудности какие сложности вот там по шестерке жестового надо все время что-то преодолевать внутри себя мы помню до коммуникации у нас проблема здесь было всегда всегда нужно будет куда-то знаете вот уходить такое ощущение что вот все за мной следят допустим вот если бы это было союзное время да я бы сказала что везде есть слежка везде есть стукачи да то есть могут заложить поэтому лучше не иметь на деньги так знаете эти эти легче спать будет вот здесь какие-то такие может быть родительские программы передавали что вот как будто бы без денег намного проще до труднее жизнь недостаток финансов но с точки зрения наказания она как будто бы намного проще какие еще хочется здесь посмотри программу надо мне взять а вы давать я на этой колоде посмотрю на колоде тару сумасшедшего дома сейчас я посмотрю какие здесь еще могут быть программы потому что все таки они важны ограничивающие программы с деньгами вот пятерка кубков и выпадает на на повторе до лишения вот здесь вот бесконечные лишения знаете как это может быть в детстве вот вам допустим был какой-то праздник потому что здесь четверка жезл выпадала был какой-то праздник вот вам дарили подарки а потом вас этих подарков как-то вот ну лишали но поигрался и давай отдадим допустим соседу которому нужно либо вам дарили подарок да вот вы один-два раза одели эту одежду а потом допустим там братик или сестренки как будто бы нужнее но если чувство что у вас все время лишали у вас все время забирали что-то ну плюс ко всему здесь и по пятерке кубков тоже такое смысл в этой колоде говорит о том что есть связь которая создается только на тонком плане что даже физически если вы лишаетесь человека дата его может быть и не быть с вами вот эту вот связь она сохраняется на тонком плане и она где-то какой-то степени вам причиняет боль поэтому здесь вот какие-то привязанности тоже могут проходить пашмонет выпал данте то есть знаете с одной стороны пашмонет здесь у этого данте здесь очень интересная смысл заложен он был врачом если я не ошибаюсь то есть с одной стороны было желание помогать другим и для того чтобы помогать другим нужны были деньги да там есть на лекарство покупать вакцины и так далее и вот а для этого не было денег и вот здесь вот он как будто бы продает свою душу дьявола для того чтобы быть вечно молодым до жить бесконечно вот чтобы помогать другим людям то есть здесь какая-то вот такая связка идет а что я может быть боюсь и быть заложником до что вот я стану где-то достаточно эгоистичным человеком если у меня будет большая сумма денег чтобы как-то вот она повлияет на мой характер что я может быть стану более горделивым я зазнаюсь здесь такие тоже могут быть моменты с другой стороны вот это вот желание помочь другим да то есть как каким образом она у вас может проявляться финансовом плане как только вы получаете деньги да вы сразу отдаете нуждающимся здесь чувство я себя ограничиваю осознанно финансах я себя лишаю потому что всегда есть кто-то кому нужнее чем мне и вот эти вот детские сценарии они могут проигрываться ну вот по-разному от того что то что я уже проговорила да от того что братику либо сестренке нужнее там другим деткам более нужнее это может быть элементарно знаете как это поделись до последняя конфетка нет ее не съешь надо поделиться и не важно что она последняя выражение на последние есть ада а дай последние что-то и жадный то есть вот здесь вот такое знаете как будто вас детство приучали лишать себя лишать себя то есть знаете вот ты отдай и тебе это вот в копилочку до в карму этого в плюсе к тебе упадет вот какие-то такие не совсем верные моменты либо ты что жадный вот здесь вот такое да ты что жадный если у тебя это будет много надо дать почему-то лишали лишали забирали и опять маг выпадает да то есть голове вот эти вот бесконечные рой мысли и все никак не могу успокоиться и он кстати если мы говорим про программу он связан как раз таки заниженной самооценкой то есть когда осознанно вас как будто бы ну я не знаю опускали вот это вот тебе не нужно потому что ты не ценный ты не важны а другой другой важнее другой цене и ему надо и вот у вас вот эти вот программы они есть что да окей я может быть физическом плане не совсем ценный как персонаж да как лично я хотя бы пойду вот в духовность а здесь вам краски говорят что и в духовности это у вас не очень-то и хорошо все происходит ладно давайте смотрим дальше какое влияние оказали оказала предыдущая ваше воплощение на ваш материальный мир предыдущая это вот прям сразу сразу да не прошлое там может быть 35 воплощение назад а сразу предыдущая перед этим воплощение вот как не прошлое воплощение оказала на вас на ваш материальный план да какую влияние и вот как раз таки шестерка монетов второго сумасшедшего дома она как раз ки оказала вот на то что я говорила ранее да на вас влияние здесь значит на императоре не знаю насколько вам видно можете поставить на стоп и увеличить на императоре сиди значит демон вот у него на шее а он настолько уже стал таким знаете неподвижным закостенелым что самостоятельно уже не способен принимать решение и с одной стороны здесь значит стоит сумасшедший который получает приз виде шоколадки а другой стоит на коленях да то есть неравенство и он получает мышь в контексте награды да в контексте того что ты заслужил только машинную возню и вот здесь вот ваше прошлое воплощение она скорее всего и было связано с каким-то неравенством да возможно вы были меценатом и где-то несправедливо поступали по отношению к другим людям да их наоборот лишали чего-либо и вот в этом воплощение здесь как будто бы вас лишает для того чтобы выровнять баланс что еще может быть вот опять по шкупка попадает да то есть какая-то какой-то незрелый подход а именно знаете в плане того что у вас были таланты да а вы как будто бы не умели ими пользоваться не могли их монетизировать такой тоже может быть то есть вы больше акцент делали на нас первый аркан звезды выпал на то что например в поэзии важно какое-то воодушевление до вдохновение для того чтобы быть в контакте я не знаю в потоке чтобы писать то есть а материально это уже не столь важно такое чувство знаете как непризнанный гений только после смерти до на его трудах работах зарабатывали большие деньги а вот при жизни как будто была нищета здесь и нищета может быть да а здесь может быть такие моменты еще когда вы достаточно жестоко поступали по отношению к другим людям да как то вот здесь их лишали здесь с одной стороны какой-то вот детский подход а с другой стороны как наказание я не знаю каким-то гением вы что ли были потому что здесь рыцарь мечей сальвадор дали изображен до человек с каким-то оригинальным мышлением который как-то ну не находил признание до в мире вот он был как будто бы непринятым и вот отсюда вот это вот какая-то нищета присутствует то есть либо например наоборот богатство я кого-то лишаю либо вот этот вот момент что знаете здесь еще может быть такое что где-то вы перекладывали ответственность на других людей сами ее не брали да как-то вот не поняли и не осознали что значит свобода выбора и поэтому здесь у нас где-то вот в духовном плане до проходила вот это вот страх взять ответственность за свой выбор понять что мы являемся у нас у всех есть свобода выбора и вот в этой жизни да возможно вас и обучают стать более таким ответственно в материальном плане что никто-то виноват да потому что здесь по тузу мечей в прошлой жизни смотрите какая карта значит здесь человек идет среди роз розы они прекрасно сфокусированы на них но у роз есть шипы и вот он как будто бы это сумасшедший накололся на шип и пальчик показывает творцу и говорит за что да я же вот я же ничего не сделал я восхищался розами а ты вот сделал так что я укололся и теперь у меня кровь идет то есть какая-то вот жалоба на высшие силы а здесь ну ясное дело если ты выбираешь розы да только мы смотрим не на только на прекрасную сторону что является цветами на верхняя часть а у роз есть шипы и это тоже нужно иметь ну братья в расчет во внимание и здесь вот у меня ощущение того что вы где-то перекладывали ответственность либо наоборот вас лишали какой-то свободы и быть может в этом воплощении для вас материальный план это некое такое ограничение то есть вы это тоже могли перенять как продолжение то есть вас тогда лишали поэтому вы сейчас по инерции по привычке сами себя лишаете каких-то благ тогда возможно вас лишали свободы может быть вы были как-то вот в заточении в тюрьме где-нибудь там да потому что здесь в этом аркане желание некой свободы да то есть уйти уйти от ответственности ощутить себя на легке то есть поэтому урок здесь ответственности вы тоже будете проходить поэтому не удивляйтесь если в этой жизни вам будет казаться что все свалилось на ваши плечи у нас выпадали императоры дважды в этой колоде и в этой колоде хорошо последний вопрос что сделать чтобы сбалансировать вот духовное и материальные вот я посмотрю сразу на всех трех колодок что вам сделать чтобы сбалансировать духовное и материальное девятка монет ну смотрите во первых вам нужно понять и осознать свою уникальность и принятие это первое то есть уникальность чем она связана что вы умеете делать помните я говорила вам по пажу кубков до что возможно вы действительно творческий человек возможно вы духовный человек то есть вам нужно понять что первое что возможно вы не такой человек как все да в чем-то возможно у вас есть превосходство да так как у вас но не превосходство не скажу преимущество над другими людьми какое-то вот некое такое превосходство и вам его нужно принять в себе да что вот я уникален я ни на кого похож но не в негативные точки зрения вам не надо бояться вам не надо бояться и вот здесь ваше неумение коммуницировать в материальном плане да то что мы говорили а с коммуникации связаны ваши финансы и поэтому тоже говорили это связан страх вы как будто бы боитесь показать себя заявить о себе в прошлой жизни если вы были действительно в заточении да то есть я привык быть отшельником в этой жизни я буду отшельником я не умею коммуницировать поэтому мне проще как-то закрыться до не показать свои не показывать свои способности не показывать то что я умею а если вы не показывает конечно же вам за это платить никто и не будет но люди же не будут пальцы свои нюхать откуда не узнает на что вы способны здесь вам нужно себя больше проявлять больше себя показывать они боятся этого до нападает королева жезлов быть более активным человеком быть более ярким человеком говорить не стесняться не бояться потому что здесь смотрите вы четко понимаете и вы это осознаете что еще расскажу вы маг вы это знаете вы умеете вы понимаете какой у вас огромный потенциал и вы понимаете что если вам достаточно будет только говорить о себе заявлять проявлять себя конечно же деньги к вам придут но у вас же есть страх по деньгам поэтому вам и проще подали четверки да вот это вот и я не буду ничего делать я хочу отдохнуть оставьте меня в покое я не хочу ни с кем общаться потому что вы понимаете если вы начнете проживать все эмоции до к вам будут приходить деньги но вместе с позитивными эмоциями вы будете ощущать и негативные потому что вы больше проявляете себя у вас больше получается критики потому что больше людей узнают вы кому-то не будете нравиться это достаточно логично вот и а вам это неприятно потому что вы пашкубка вы ранены вы чувствительный человек вам это больно поэтому вы убегаете от боли и осознанно лишаете себя финансов и в этом то есть состоял ваша духовный урок что на самом деле жизнь нетрудная несложная и ваш путь до вас выпадала здесь шестерка педакли достаточно вот как знаете просить помощи это не в плане того что просить помощи от людей а взаимодействовать с другими людьми принимать да здесь такое ощущение что вот вы можете отдавать и задавать а поднимать вы не умеете вам это сложно потому что принять когда вы даете это позитивно для вас вы же отдаёте а принимайте вы не знаете что вы будете принимать позитивная или негативные это может причинить вам боль и здесь вы от этого убегаете поэтому не можете прийти гармонии вы не можете вк внутренние внутри себя примирить вот это вот отдачу и принятие и пока вы это не принимаете вы не становитесь едиными по тузу кубков и не идете шестерки по шестерки лука вы не идете в новое потому что ну не может одна часть пойти а другая остаться вы должны стать целостным человеком для того чтобы пойти дальше так что еще вам нужно сделать чтобы сбалансировать духовное и материальное тушь пиндак лида материальная самая везучая карта что еще но вам нужно заземлять научиться принимать да вот так скажу принимать шансы принимать какие-то возможности принимать подарки замечать эти подарки не убегать подарки не обязательно в плане материи в плане каких-то возможностей каких-то предложений до каких-то идей благодарности может быть до словесные я имею ввиду и по пожур жезлов двигаться то есть страшно но все равно продолжает двигаться с шаг за шагом включать вот этого знаете интерес интерес к жизни здесь фишка ваша в чем заключается в том что вам нужно так сказать деньги будут приходить к вам на эмоции а для того чтобы эти эмоции были вы их должны проживать когда мы проживаем когда что-то с нами случается как правило с нами случается при взаимодействии с другими людьми и в меньшей степени когда вы взаимодействуете например с миром я имею ввиду природу то есть да с природы когда взаимодействуете красоту это вас наполняет это восхищает это другие состояния но когда вы начинаете с людьми люди же ведь ваши зеркала они будут вам посвечивать то чем вы наполнены и здесь вам надо как-то будет себя проявлять и вы так или иначе будете ощущать весь спектр эмоций а мы сказали что независимо от того позитивные они негативные вы их все в минус даже позитивные вы их в минус сливаете вам это некомфортно мы убегаем к я уже говорил на повторе в отшельника хотя отшельник здесь нигде не выпал как еще вам нужно будет сбалансировать вот опять луна на повторе до быть более проявленными быть более яркими да вот не бояться не бояться вообще не бояться своих эмоций мне здесь такое хочется сказать убрать вот эти вот что здесь за сценарий родительский поработайте с родительским сценарием по поводу девятки пендакли вот именно по поводу своей какой-то самодостаточности насколько вы можете быть самодостаточным человеком да здесь я говорил вам про самооценку здесь вам детстве может быть говорили по поводу того что вот там я не знаю самостоятельным быть плохо да либо у тебя никогда не получится зарабатывать столько денег сколько ты хочешь либо но умный не может быть богатым да только дураки например богатый здесь какие-то убеждения убеждения что знаете причем убеждению вот у вас в семье было так деньги они приходили циклично пришли и вы их сразу родители ваши сразу куда-то сливали 3-4 дня и потом не туда либо от зарплаты до зарплаты то есть пришли деньги я быстренько все счета заплатил все что необходимо а потом остаешься без денег до следующей зарплаты здесь вот какая-то цикличность проходит и вот это вот постоянная нужда постоянная нужда и я нахожусь в ступоре то есть я как будто бы но не могу по-другому не умею по-другому зарабатывать либо по-другому как-то не не получается да только вот допустим от своей работы какие-то дополнительные источники заработка да здесь ну не пока не показаны либо что женщина она не должна работать вот здесь тоже такое убеждение может быть да что только вот ее мужчина содержит до самостоятельно она как будто бы нет причем вам это могут не говорить а вот как пример вам могут показывать что женщина должна быть только замужем только но вот мужчина ее содержит здесь какие-то такие родительские установки могут быть их тоже нужно прорабатывать эти иллюзии но и на этой колоде давайте посмотрим что сделал чтобы забалансировать духовное и материальное что сделать что сделать королева кубков знаете перестать перестать волноваться очень сильно переживать до вот эти вот страхи не включайте страхи здесь у вас очень много страхов по поводу денег могут быть здесь у меня такое чувство что вам как будто бы надо переключиться больше на свои ощущения на эмоции знаете вот на какой-то такой гибкость особенно если вы женщина на какие-то такие знаете включать себе желание что я хочу прям по мелочам прислушиваться все время когда вы хотите есть есть тогда когда вы хотите причем есть то что вы хотите здесь даже может быть такое что вы заедаете даже какие-то свои финансовые страхи да ну когда нету денег элементарно вот именно в те моменты у вас открывается как будто бы аппетит что еще по королеве кубков здесь как-то вам надо примирить какое-то свое прошлое дайте не бояться как-то идти в новое новый опыт эмоциональный опыт колесо фортуны вам нужно просто понять что все циклично ничего не бывает постоянно все меняется здесь ощущение того что ваша удача придет вам только тогда когда вы будете в расслабленном состоянии в расслабленном понимая что все меняется окей сложно потом будет легко какое-то узнаете вот легкое отношение то что я говорила вот здесь вот ранее нам нужно научиться легко относиться не поверхностно допустим относиться к деньгам а легко что какая-то ситуация пришла ну пришла пройдет хорошо будет какой-то период трудно все равно это закончится то есть не включать вот эту вот драму до накручивание более проще как-то легко ну сказал человек что-то неприятное может быть у него плохой день был да все и забыли не держите вот эти вот обидно на себе не держите вот этот вот груз на себе не подходите ответственного мне надо там я не знаю прям выполнить работу надо значит сделаем все не надо вот как-то себя напрягать здесь вот это вот напряжение не должно быть не включается в себе вот эти вот животные инстинкты здесь парка но сила у нас идет когда мы сливаем всю энергию на какую-то агрессию здесь вот вот это вот по королеве кристаллов кубка на королеве кубков есть такое ощущение что вот как будто вы знаете надо плыть не по течению а на те выражение плывет лебедушка да вот этот вот образ она как будто бы парит она не касается земли но при этом она находится в контакте здесь утащение того что вам нужно быть в контакте в материи но не погружаться в нее понимаете не падать камнем не становиться тяжелой а вот именно как-то провзаимодействовать вот здесь как это знаете как этот и импульс сейчас если вы посмотрите в интернете как кровь движется передвигается по по венам либо по сосудам сосудно такой достаточно эластичный как шланг некий и каждый раз когда сердце начинает работать до методом способа сокращения у нас крови знаете как то вливается и продвижение происходит следующим образом вот эти вот стенки с одной стороны сужаются а с другой стороны расширяется потом и кровь проходит какой-то вот отрезок да потом опять сужается опять расширяется и вот это вот вот таким образом да и импульсивно у нас идет продвижение вот вам нужно понять это как дыхание вдох и выдох да что окей сейчас я вдохнул мы не можем сказать что лучше выдох либо вдох и то и другое необходимо и поэтому вам здесь вот вот какой-то такой подход надо найти более проще относиться не подавлять особенно свои эмоции потому что здесь наркание сила когда человек превращается в медведи до животные инстинкты опять также по луне и здесь у нас луна была и здесь у нас луна вот есть вам здесь говорится обратите внимание на на цикличность да на какие-то повторы которые есть ваша жизнь а следите периоды когда у вас был подъем денег когда у вас был наоборот спад когда на что вы обращали внимание то есть вам просто нужно про проанализировать причинно-следственные связи что приводило и просто понимать что вы плывете вот по этой реке до подъем скат ну как американские горки подъем скат подъем скат здесь как-то так да и перестать вот опять повешенной выходит перестать осознанно себя как-то вот подвешивать до перестать себя лишать и вот эти вот все лишения либо вот драма который я говорю слезы вот этот вот боль переживания вот вы как-то настолько привыкли какой-то такой жесткости и лишение то что я вам говорила ограничение что вам как будто бы без этого уже дискомфортно и по тройке педагли здесь говорится о том что вам нужно тройка бубнов том что вам нужно успокоить ваш мозг вот то есть ваш мозг он какой-то вот слишком активный прям гиперактивный больше где-то в чем-то рисковать и понять что вы найдете найдете себе знаете кто-то здесь может понять как сбалансировать материальное и духовное через создание отношений то есть то как вы будете выстраивать отношения со своей половинкой со своим вторым человеком понять что отношения с деньгами это те же самые отношения вот как у вас выстраиваются отношения с человеком так у вас выстраиваются отношения с деньгами точно также нужно поступать если отношения выстраиваться позитивно значит тот же самый принцип применять и к деньгам здесь вам по аркану смерти говорится о том что вам нужно изменить ваше сознание и выпадает верховная жрица которая говорит как раз таки о балансе прийти к балансу здесь просто нужно научиться вот принимать и отдавать по ощущениям и в этом вам поможет королева кубков через тело понимать вот вам тело будет подсказывать правильно сейчас произошел энергообмен с человеком когда вы боитесь у вас страх коммуницировать с людьми то что я говорила вы прям почувствуете вода ли больше либо вы отдали меньше следующий раз измените вы почувствуете если отдали больше вы как будто бы стали ну устали не хватает энергии если приняли много да то наоборот у вас будет прям подъем радость рот души это тоже избыток нужно понимать что окей вот как как эти законы как они устроены и понимать что вот вам прям необходимо какая-то легкой до что жизнь она несложная мы ее усложняем мы делаем своим восприятием к ситуации мы ее делаем как тот более тяжелый до слишком слишком серьезно по императору вот это все вот у нас причина как раз таки связано с нашим аэрофантом и в некой степени и готов что мы должны как раз таки проработать где-то вот это вот наша гордыня да где-то наше мировосприятие где у нас есть ощущение что только так уверенно а как-то по-другому это будет неверно вот здесь нужно расширять свое сознание в этом плане вот такой меня был расклад я благодарю еще раз константина за идею к этому раскладу не знаю насколько он вам был полезен может быть вы для себя взяли какие-то фрагменты не обязательно чтобы все прям подходила сто процентов помнить что все таки общий расклад благодарю вас за внимание благодарю вас за ваши донаты за ваши комментарии обратную связь до следующего расклада всем пока пока